Это называется опашка. Обычно таким способом преграждают дорогу низовым пожаром, чтобы огонь не распространялся. Но здесь задача другая. Дорогу перепахивают для того, чтобы в лес не проехали люди. Это только один из методов борьбы с посещением лесов. На съездах с обочин ставят шлагбаумы. Есть и вот такие таблички. Уж не знаю, есть ли там гвозди на самом деле, но проезжать на своей машине наша съемочная группа не стала. Но предупредительные меры действуют далеко не на всех. Вот и приходится лесникам и полицейским в рейды выходить. Нарушителей находят сразу же. Те говорят, знать не знаем о запрете. Телевизор не смотрим, радио не включаем, в интернете не видели. Вы предупреждаете тогда, когда мы едем сюда, правильно? Они сейчас на месте. Все перекрыто. Мы как проехали сюда? Извините. Мы проехали сюда на машине отдыхать. Я вас предупреждаю. Если вы сейчас не удаляетесь, мы будем составлять за законом. У каждой компании стоит мангал. Причем все как один говорят, это не наш. Может, враги подбросили. Но появление представителей властей реагируют по-разному. Одни с пониманием относятся к этому, а другие воспринимают штыки и говорят, что не портите нам выходной день и не создавайте себе проблем. Всем нарушителям только за появление в лесу грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Если кто-то захочет разжечь костер или выкурить сигарету, плюс еще от 3 до 4. Но меры кажутся неэффективными. В лесу всегда полно народу. Я вижу только один способ закрывать леса, перепахивать глобально дороги. Естественно, органы СМИ должны работать нам в помощь. Не знаю, очень сложно. Надеемся, что будет дождь. В общем, вся надежда на милость природы. По прогнозам синоптиков, дожди будут лить в течение всей недели. Вот только количество лесных пожаров с дождями или без них увеличивается с каждым днем. Большинство по вине самих жителей. Александр Быков, Владимир Гайдай. Объективно ННТВ.